Всем привет, вы на канале Zefa, с вами как всегда Александр. Сегодня мы с вами поговорим о ежедельном обновлении в Red Dead Online, а также о отношении Rockstar к игре. Последнее время Rockstar ведет себе крайне странно, а возможно и все логично. Сегодня точно есть о чем поговорить и что обсудить. Устраивайтесь поудобнее, обязательно подписывайтесь на канал и прожимайте лайк под данным видеороликом. Начнем с еженедельного обновления в RDO и к слову теперь уже стоит говорить ежемесячное обновление Red Dead Online, ведь Rockstar вновь продлевает акции и бонусы на один месяц. И вот тут, друзья, скажу вам, что я крайне опечален отношением Rockstar к игре. Пока что рано делать какие-либо выводы, но сперва поговорим конкретно об обновлении. А в этом месяце Rockstar напоминает всем игрокам, что в онлайн режиме игры есть сюжетная часть, и тут прослеживается знакомая нам черта Rockstar, а именно Rockstar выпускает что-то годное, но прекращает это поддерживать. Это касается как и сюжета игры, так и самой игры. Так вот, проходя задание серии землевозможности, вы получаете вдвое больше золота, опыта и денег RDO. Вот эти все бонусы уже очень странно выглядят, ведь даже для новичка сейчас заработок не проблема, а тут двойные выплаты по всем показателям. Вот для чего вся эта щедрость по валюте, если тратить уже будет некуда все эти деньги после нескольких месяцев игры. Видимо Rockstar не понимает простых вещей, что рано или поздно в RDO никого не останется, и игра точно умрет, а возможно Rockstar специально игнорит игроков и делает все возможное, чтобы от игры все отказались, и им не пришлось краснеть на публике. Продолжая разговор о ежемесячном обновлении, то само собой Rockstar не забывает про режим к оружию, правда сейчас она зачем-то добавила утроенный опыт для карт способности, при том, что все остальные выплаты стандартные. В общем, если в игре есть новички, то вы будете рады, хотя маловероятно, а вот старичкам тут явно уже не рады. Также в игре есть увеличенные награды по избранной серии, тут и командная перестрелка, и хардкорная серия, в общем заняться есть чем, правда на ПК по слухам крайне много читеров PvP, а вот на консолях еще поиграть можно. Еще многих порадует возвращение определенной одежды заграничной серии, будет куда потратить деньги новичкам, ведь более чем уверен, что у старичков все уже куплено. Скидок по ролям нет, но кому они нужны, игре больше трех лет, а последняя роль была добавлена более полутора лет тому назад, а посему только у ленивых не будет куплена роль, а если вы новичок, то не волнуйтесь, золото сейчас заработать крайне легко, так что самая дорогая роль не вызовет у вас проблем. Ролик не стоит надолго затягивать, самое главное, что обновление только для новичков, и все действия Rockstar лишь укрепляют позицию большинства игроков, что Rockstar уже и не стремится поддерживать игру. Надежда конечно есть, что в феврале будет обновление, но она уже не такая твердая как раньше. Унывать конечно не стоит, ведь в мире есть много интересных игр, по которым мы и будем выпускать ролики, а пока продолжаем верить в лучшее. Всем спасибо за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал и прожимайте лайк под данным видеороликом. Всем до встречи!